Северная столица собрала специалистов 30 регионов страны. Чиновники, представители прокуратуры и бизнес. Главный вопрос, как отвадить подростков от сигарет. От решения проблемы подросткового курения очень серьезно зависит то, каким будет будущее наших с вами детей, нашего будущего подрастающего поколения. И все, пожалуй, со мной согласятся, что на сегодняшний день сохранение здоровья нового поколения и нации в целом – это приоритетная задача и руководства страны, и государства, и общества в целом. В табачном дыму гробят здоровье и череповецкие дети. Если исходить из данных исследований, то курить начинают уже в 10-летнем возрасте. А первый опыт пробы сигарет – и того раньше, в 7 лет. Сейчас в Череповце курят примерно 16% подростков. Норма – до 10 сигарет в день. Рецептов от табачной зависимости нет, но сидеть сложа руки тоже нельзя. Мы организуем встречи с трудовыми коллективами. 20 встреч мы в этом году организовали. Выезжаем на предприятие, общаемся с коллективами. Обязательно в каждом предприятии должно быть назначено ответственность, должно осмотреться за все процессы, которые мы с ними, и все мероприятия, которые мы с ними организуем. Значит, обязательно должен быть приказ внутри сетевых компаний, внутри отдельных небольших предприятий по мерам ответственности дисциплинарным. В 2010-м 7 продавцов в Череповце лишились работы за продажу алкоголя несовершеннолетним. И все же кнут – не панацея, говорят эксперты. Зачастую работники торговли ссылаются на то, что не могут визуально определить возраст покупателя, у которого при себе нет паспорта. Поэтому город организовал специальные семинары, где учат, как правильно отказать в продаже алкоголя и сигарет. Опыт, который участники взяли на карандаш. Здесь очень интересен опыт всех других городов. Мне, например, из города Череповца понравилось выступление моей коллеги. Вот ее идея о том, что они подписывают соглашение с торговыми организациями. Я думаю, что мы ее попытаемся внедрить у себя. Это сложная такая кропотливая работа. Нужно будет учесть позицию надзорных органов, прокуратуры в первую очередь. Но мы попытаемся ее реализовать. В ходе конференции был разработан и антитабачный план, а фактически инструкция, где четко прописано, как отвадить подростков от сигарет. Сейчас, наверное, очень сложно озвучить все те меры, которые предлагали участники. Но, пожалуй, из ключевых можно назвать такие, как увеличение штрафа за продажу сигарет несовершеннолетним, наделение продавца правом проверять паспорт при обращении к нему с просьбой приобрести сигареты человека, возраст которого трудно определить на глаз. Это и внедрение в практику работы предприятия торговли образовательных программ. А еще, говорят эксперты, табачная эпидемия – как раз тот случай, когда дурной пример заразителен. Пройдет никотиновая мода среди взрослых, и дети к сигаретам не потянутся.